Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Текстиль Эксперт. И сегодня мы поговорим о такой ткани, которая называется Рипстоп. Мы подошли из-за угла. Что же это за ткань такая Рипстоп и откуда она взялась? Эту ткань придумал Северно-военный альянс, а попросту говоря НАТО. Ученые из НАТО придумали эту ткань. Особенность этой ткани в том, что она усиленная. Это не обычная ткань, а ткань, которая прочнее, чем обычная. За счет чего это сделано? Обратите внимание. Ну, помните, что ткань это переплетение нити основы и утка. В ткани Рипстоп через каждые 5-8 мм по основе и по утку вплетены упрочненные нити или пряжи. И по основе и по утку получается такая ткань в клеточку. То есть, смотрите, вот эти нити обыкновенные. Это обычная пряжа или обычные синтетические нити по основе и по утку. А между ними через равные промежутки вплетена армированная пряжа. По-английски ткань также называется Рипстоп. От английского слова Рип – рвать, стоп – останавливать. То есть, получается остановка разрыва. В чем принцип работы этой ткани? Смотрите, обычную ткань, если мы где-то зацепились, рванули в лесу, дома, на стройке и так далее, вы ее где-то порвали, она начинает рваться по всей длине, по всей ширине. В ткани же Рипстоп, если даже вы где-то зацепились за сучок, за гвоздик или еще за что-то, то она не порвется у вас дальше, чем эта вот клеточка. Вот в чем главное преимущество ткани Рипстоп. Она усиленная. То есть, цену мы увеличили незначительно за счет добавления этих армированных нитей, но качество, прочностные и раздирающие характеристики мы повысили просто в разы. И поэтому такая ткань стала супер популярной. Важно понять, что Рипстоп – это не переплетение. Нет такого переплетения Рипстоп. Это именно структура ткани за счет вплетения этих дополнительных нитей. Что это за армированная пряжа? Что это такое? Значит, вот здесь на фотографии вы видите саму ткань Рипстоп. А здесь отдельно я вам привел рисуночек армированной пряжи. Что такое армированная пряжа или армированная нить? У нее есть сердечник. Вот это сердечник – это и есть комплексная нить высокой прочности, которая обеспечивает разрывные характеристики. А также у нее есть оплетка, которая обвивает этот сердечник. Оплетка может быть абсолютно любая. Это может быть хлопчатобумажная пряжа, шерстяная пряжа, пряжа из синтетических волокон или из чего угодно. В чем смысл? Оплетка, если это, например, из хлопка, полностью закрывает сердечник. Сердечник не видно. Но, тем не менее, эта оплетка нам оставляет все свойства хлопчатобумажного волокна. То есть и гигиену, и гигроскопичность, и воздухопроницаемость, и тактильные ощущения. Комплексную нить мы не видим, но она нам обеспечивает повышенные разрывные характеристики. Вот в чем принцип работы комбинированной или армированной пряжи. По такому принципу работают все армированные материалы. В первых изделиях из вот такой вот пряжи, армированной, в первых тканях рипстоп, вот эта нить, армированная, она была большего диаметра, и, соответственно, она выделялась на поверхности ткани. То есть вот эти обычные нити, они по диаметру меньше, армированные больше. И ткань носила такую шероховатую поверхность, можно было на ощупь даже определить вот эти вот другие нити. В современных материалах вы этого уже не заметите. Комбинированная пряжа и остальные нити основы ткани одинаковый диаметр, и эту клеточку вы увидите только если хорошо присмотритесь, и то, если они различаются по цвету. Если они не различаются, вы можете этого даже и не заметить. Рипстоп ткани могут быть абсолютно разной плотности, они могут быть разной текстуры, они могут быть разного переплетения. Эта нить армированная, она может быть одна, их может быть несколько для еще большего усиления. Иногда рипстоп получают не только за счет добавления армированной нити, а за счет увеличения плотности через равные промежутки мы увеличиваем плотность между нитями основы и утка, опять же получаем эту клеточку и опять же получаем усиление разрывной нагрузки и раздирающей нагрузки. Но чаще всего все-таки в ткани рипстоп у нас упрочненные нити. Переплетения, как я вам сказал, могут быть самыми разными. Наиболее часто встречается переплетение рогожка 2-2 для ткани рипстоп, также ломаная саржа, усиленная саржа или самое обычное полотняное переплетение, где нити основы и утка переплетаются через одну и через какие-то интервалы, через несколько нитей мы прокладываем на ткацком станке одну или несколько армированных нитей. Ну, например, через 5 нитей по утку, через 8 нитей по основе. Почему разная? Потому что плотность ткани по основе и по утку обычно разная. По основе ткани обычно более плотные, поскольку основа выдерживает, обеспечивает более высокие, должна обеспечивать более высокие нагрузки. Плотность ткани может быть самой разнообразной в зависимости от ее применения. Наиболее легкие ткани у нас порядка 60 грамм на метр квадратный и плотные тентовые ткани рипстоп до 300 грамм. Какие же свойства у ткани рипстоп? Ну, главное, ради чего мы все это делали, это высокая разрывная нагрузка по основе и по утку. Ну, и напоминаю, это самое важное, что ткань у нас не должна разрываться дальше, чем пределы, очерченные вот этим вот квадратиком, который получается за счет усиления. Затем высокая стойкость к истиранию. Опять же, за счет усиленных нитей ткань будет выдерживать более высокие стирающие нагрузки. Высокая раздирающая нагрузка в направлении основы ткан. Разрыв, смотрите, когда ткань растягивается, раздирающая нагрузка совсем другая, когда два куска ткани раздирают друг от друга, такая нагрузка тоже будет гораздо выше. Низкая сминаемость и устойчивость к деформациям. Так как у нас усиление происходит за счет комплексной нити, а у комплексных нитей сминаемость практически нулевая, то и у тканей сминаемость будет меньше, и устойчивость к деформации будет намного больше. Можно ли же придать таким тканям еще больший комплекс свойств? Конечно, да. И в основном в современном текстиле это происходит за счет химии, за счет химической отделки материала. За счет химической отделки можем придавать любые свойства тканям. Хлопковую ткань можно сделать не горючей, а ткань рипстоп, она может быть любая по сырьевому составу, и мы можем придать ей любые свойства за счет пропитки. То есть, водоотталкивающую пропитку придали, и вот она у нас не только не рвется, но еще и не пропускает влагу. Грязь и отталкивающая пропитка, другая химия, не притягивает к себе частицы пыли и грязи. Масло и бензозащитная пропитка для работников специальных производств. Огнеупорная, понятно, что не дает ткани и изделиям гореть. То есть, хемостойкая для работы с различными химическими препаратами. Пропитка от насекомых, это для охотников, рыболов и так далее, для того, чтобы к вам еще и комары не подлетали. А также может быть пропитка виндстоп, которая защищает от ветра. Это все текстильная химия. Сердечники для ткани рипстоп могут быть самые разнообразные. В основном разделяют несколько типов сердечников. Это наиболее распространенная полиэфирная комплексная нить, полиэфирный сердечник. Также высокоэластичный полиамидный сердечник или нейлоновый. Применяется в спортивной одежде, применяется в куртках. Вот такие сердечники из нейлона. Если же мы говорим о особо усиленных тканях, то мы можем применить сердечник из, например, кевлара. Например, для баллистического текстиля бронежилетов. Там, где нужно еще более высокое усиление разрывной нагрузки. То есть, сердечник, как вы понимаете, в любую комплексную нить вставляем и получаем необходимые свойства. Также может быть сердечник из стальной нити, что придаст изделиям электропроводность или можно получать таким образом антистатический текстиль. Так как я вам сказал, что эта ткань пришла из НАТО, то в первую очередь она, конечно же, применялась для одежды военных. Поэтому чаще всего рипстоп раньше можно было увидеть вот в такой камуфляжной расцветке и у военных различных подразделений. Но гражданские очень быстро поняли преимущество такой ткани. И она очень быстро перекочевала в обычный текстиль. Соответственно, стали делать куртки, стали делать кепки, стали делать спортивную одежду. Одежду для экстремальных видов спорта из ткани рипстоп. Ну, кроме того, что мы здесь еще видим? Это спортивные сумки, это рюкзаки, спальные мешки, палатки. Вот такой ассортимент. Кроме этого, воздушные шары, которые испытывают большую нагрузку. Паруса для кайта, паруса для яхт. Практически все флаги делаются из ткани рипстоп, потому что ткань для флага испытывает большие нагрузки под воздействием ветра и света погоды. Чехлы для автомобилей, тенты для палаток, парашюты, бронежилеты. Все это ткани рипстоп. Производство их постоянно увеличивается. Большинство тканских фабрик на сегодняшний день в своем ассортименте имеют ткани рипстоп, которые применяются во всех отраслях текстиля. И текстиля для одежды, и технического. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Это был рипстоп.